Информ-бюро в эфире. Продолжаем выпуск. Санитарные врачи от Тюбинской области бьют тревогу. В регионе участились случаи нападений животных на людей. Только за первый квартал этого года к врачам обратились 471 человек. Инфекционисты призывают людей в таких случаях сразу же получить прививки от бешенства. Ведь от этой болезни, если она уже началась, нет лечения. В 100% случаях бешенство заканчивается летальным исходом. Санитарные врачи признают, что ситуация по бешенству в Тюбинской области нестабильная. То и дело фиксируют новые случаи нападения животных на людей. А это один из признаков бешенства. Во время болезни больное животное становится агрессивным, часто нападает на хозяина. У него можно заметить обильное слюноотделение. По бешенству среди собак и кошек у нас 5 неблагополучных пунктов. В них от инфекции привиты контактировавшие с больными животными 17 человек и более 900 домашних животных. Из 471 человека, которые обратились к врачам, больше всего пострадавших от нападений собак и кошек. Чуть меньше покусаны коровами, лошадьми, грызунами, верблюдами и лисой. Даже если животное внешне кажется здоровым, это не повод игнорировать укус, царапину и даже просто попадание слюны животного на кожу. Лучше не рисковать, а сразу обратиться в ближайший медпункт. Вакцины от бешенства должны быть во всех медицинских учреждениях, даже в отдаленных сельских поликлиниках. Важно, процедура бесплатная. Бешенство – это опасное инфекционное заболевание, вирус, который вызывает специфический энцефалит. Летальность этого заболевания стопроцентная. То есть главное здесь очень важно, пострадавшие от укуса животных, необходимо немедленно обращаться по месту жительства поликлиник. Если животное домашнее, то врачи могут взять у него анализ на бешенство. В случае отрицательного результата человеку даже не потребуется вакцина. Но если на вас напало бродячее животное, придется пройти курс вакцинации. Это единственный способ предупредить смертельную болезнь. В Актюбинской области за первый квартал этого года случаев бешенства у людей не было. Однако в прошлом году от страшной инфекции скончался 27-летний житель Уиллского района. Оказалось, что молодого человека укусил волкособ. Животное – гибрид собаки и волка. Эльмира Яшанова, Солхан Бекенов, Инфорум-бюро, Актюбинская область.